Директор парка «Тузловские лиманы» Иван Русев, кажется, становится очень неудобен в качестве руководителя. То задержит бывшего местного милицейского начальника на браконьерстве, то запретит массовый вылов рыбы людям, не имеющих на это вообще никаких разрешений. Теперь же ситуация сложилась так, что эколог был вынужден подать заявление в правоохранительные органы. Почему, выясняли наши корреспонденты. Скандал, разгоревшийся вокруг ситуации с Тузловскими лиманами, имеет неожиданное продолжение. Напомним, 29 марта в ходе заседания в областной государственной администрации под вопрос были поставлены результаты деятельности нынешнего руководства парка Ивана Русева и его заместителя Ирины Выхристюк, которые, как могут, противостоят процветающим на территории парка браконьерству и незаконной ловле рыбы. Как выяснилось уже после, само заседание как бы разделилось на две части – официальную и неофициальную. За закрытыми дверями в кабинете заместителя председателя АГА Соломии Бопровской. Вышедшие оттуда чиновники, не заметив присутствующего рядом Ивана Русева, принялись обсуждать, каким образом лучше всего устранить неудобного директора парка. Часть людей, которые были приглашены ею для участия в совещании, ушли к ней в кабинет обсуждать эти вопросы. Сотрудники парка остались просто в коридоре. И когда прошло некоторое время, могильников, тот, который застроил фактически косу песчаную Иван Русев подал официальное заявление на имя начальника нацполиции в Одесской области Георгия. В связи с угрозами в свой адрес его семьи и заместителя директора парка Ирины Выхристюк с просьбой обеспечить их безопасность. Иван Русев взяли это под свой личный контроль. Иначе здесь могут быть непредсказуемые последствия. Вот уже несколько месяцев Иван Русев защищает птиц и зверей, обитающих в заповеднике. Его рыбное разнообразие. И не дают развернуться обнаглевшим браконьеров, среди которых, кажется, не только и не столько несчастные рыбаки, а люди весьма обеспеченные и влиятельные. Настолько, что способны лоббировать свои незаконные интересы при власти. Впрочем, как надеется сам Иван Русев, законная власть все-таки сможет навести порядок.